приветствуем вас друзья сегодняшняя тема такая же многогранная как сами армяне мы будем обсуждать феномен армянства почему армяне такие вот так сказать сказочники и любят заниматься мифотворчеством наши гости это тарлан и рахман ну начнем стала талан вот мы постоянно обсуждаем этих армян но так и все-таки не поняли суть почему целый народ может быть может жить в таком вот мифологическом состоянии постоянно обманывая себя и натыкаясь на те же грабли например вот комплекса перед целым народом у них перед турками перед азербайджанцами но все равно они проявляют ненависть нетерпимость и продолжают заниматься своими черными делами вот они теряют карабах который не является их земли и все равно они продолжают утверждать что нет эта земля и их не культура их не они там жили тысячелетиями азербайджанцы турки это пришло народ что не является правда почему люди такие вот уперты в чем в чем проблема вот целого народа не отдельных личностей не политика вот всего народа ведь армян проживает 20 миллионов по всему миру чтобы понять мы выехали сбоку и подняли сбора домой в горах приближен до как вот как например на местность как на горный карабах изучить чтобы понять что в чем в чем вот такая вот привлекательность земли что они вот начали посягать и военным причем в начале 90-х сделали геноцид азербайджанцев а сейчас продолжают гнуть ту же линию хотя мы азербайджанцы начинаем потихоньку освобождать земли от оккупантов дело не в горах дело самую самой антологии этого феномена то есть отсутствие если бы понятие как симулякор да это так это вещь без 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 основания да то есть копия у которого нет оригинала вот так скажем до копию которого нет оригинала то есть говоря армянство что надо иметь ввиду да то что у них на самом деле нету изначальной вот этой сущности да так скажем вот давайте камень он камень да но из камня можно вырезать все что хочешь и он будет уже там стол там не знаю скульптура трехугольник квадрат молоток там доска для резки чего-то то есть основа у нее будет камень да армян это это сама это это идеология это идея химера и и поэтому для них самое главное это их мифы их идеи их ярлыки которые на них написаны да то есть это действительно концепт в современной искусстве есть такая понятие концептуальная концептуализм да это сама концепция но не само искусство не то есть там даже не сама картина или скульптура а ее описание довезем есть такой художник кошек окажется концептуалист основателем допустим брал ставил табурет табуретка лежит а рядом огромный такой плакат и на табурет и описание этой табуретки вот это описание это важнее чем сама табуретка да а сейчас вообще есть такой просто чисто уже само описание самой скульптуры картины нету а есть ее описание вот тоже самое армяне да допустим азербайджанцы могут привести показать да вот камни вот баку баку есть старый город крепость дворец ширваншахов вот ширваншахи там жили кстати самое в истории самая долго долго правящая династия до тысячу лет в баку правили правило один и тот же род ширваншахов тысячу лет нигде в истории такого нету да там правили стюарты там не знаю какие-то там эти винзоры не знаю романовы по 300 лет по 200 лет по 500 лет да а ширваншахи правили тысячу лет один баку тот же да иди смотри вот к вот город ему с 1000 лет там живут мои предки мой отец отец моего отца мой детстве и вот идет вот так тысячу лет то есть а как это место называют бакинское ханство государство ширваншахов не за азербайджан который младше кока-колы то есть для нас азербайджанцев название не имеет значения вам что есть я моя кость моя генетика и вот эти камни есть шамахи те бриз ардабиль губ габеля генджа то есть сотни городов азербайджанских в которых жили наши предки низами говорили на нашем языке наша культура наша музыка все 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 то есть вот нате смотрите а армян что говоришь армянам ну покажите нам да хоть одно своего княжества свой город покажите какой-нибудь свою крепость покажите то дворец своего князя какого-нибудь покажите своего императора велика армении да ну покажите нам что-нибудь хоть как что-нибудь от этого дворцы какие-нибудь нет они говорят а зачем на у геродота у страбона на какой-то бумажки на обосранной бумажки еще надо оригинал найти то вот написано слово написано армия 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 на бумажке какой-то на все значит армения это великая страна на существовал окей существовало но покажите да нам что у нас есть тигранакет 20 тигранакетов по всему миру них один тигранакет кстати в карабахе находится это крепость богдами кажется ли что который построен халихан то есть 200-300 лет назад карабахский хан построил крепость то есть скоро мы ее вам покажем да они говорят нет это крепость 2000 лет стоит а ее вот блин мой прапрадед строила и то есть есть люди которые лично ее строили то нет вот это ереван столица ереванского ханства до построил ревангулы хан сколько там при сети видах 500 лет назад 400 лет назад то есть ереван стоит на каменном плато скала и там культурный слой там один метр 2 метра вот копаешь ее только тюркские мусульманские строения и все больше ничего там нету то есть никакого там культурного слоя то есть армяне утверждают что приму и что ереван на 25 лет старше этого рима и говорит докажи да то есть ничего там ничего армянского старше 200 лет в ереване не 200 лет и даже больше 150 лет ничего нету и реване а в ереване зато есть было то есть уже его они снесли там ереванск столица ереванского ханства то есть камни опять же до доказательства но опять же то есть я к чему веду да что армяне это чистая такая концепция это симулякор это идея и поэтому для них самое священное это википедия знаете это как говорится бог создал википедию для армян потому что там действительно в виртуальном пространстве написано вся история армении там можно все что хочешь придумывать писать а реальность их не интересует реальность для них враждебно и поэтому они вот так вот как терминаторы вот этот из ртути есть и такой вот этот робот они как вирус как химера могут перетекать за одного составе другое то будем завтрак выгонят из ереван из армении они спокойно пойдут себе новую армению где-то создать эти national geographic журнале лет десять назад я лично прочитал что армянский ученый академик какой-то сказал что армянский народ единственный народ в мире который смог переселиться то есть них родина была типа здесь на кавказе там три тысячи лет назад потом они исчезли переселились в киликию типа нам жили а потом я опять взяли появились на кавказе да то есть логично как было что вы живете что они действительно армяне прибыли сюда то есть все есть доказательства что их грибоедов там паскевич русские русская империя переселила то есть поселила армян и переселила опасенила заселили заселила армян на территории карабахского нахчеванского ереванского ханства они говорят то есть это все документы они как нет мы здесь жили три тысячи лет назад и мы вернулись к себе домой то есть то что реальность они отвергают а придумывают что нет вот за горизонт события отбрасывают или репортаж на интересный сирийские армяне ливанские которые заселяли в карабахе на азербайджанских территориях там заняла не вот то что сейчас отвоевали наша доблестная армия и что этот они говорят мы переселили к себе на родину и его история мои предки жили в сирии тысячу лет из сирии я переселился в ливу в бейрут в ливан наша семья в ливане и там сколько-то прав в берруте взрыв произошел то есть из сирии в ливан переселились теперь они приехали в карабах и говорят нет это наша родина а его раш ты же своим языком говорит что ты из сирии ты твои предки тысячу лет жили в сирии потом в бейруте в ливане откуда карабах стал твоей родины давайте вот такая вот шизофрения петрушка в голове этого народа и поэтому они действительно держатся за свою идею допустим аутисты и шизофреники почему они держатся за свою аутентичность для них действительно потерять имя это смертельно опасно шизофренией если допустим пойти в эзотерику вот почему человек не может достичь просветления даже его его это искусственный конструкт который боится исчезнуть умереть страх смерти да и вот вот я вот имя идея концепция она знает если убрать вот эту идею концепцию то человек еще исчезнет вот эта идея так скажем как бы это объяснить да это очень сложный разговор короче человек тасс вот допустим любой просветленный человек буддист там йога там не знаю суфи муфи они наоборот стремятся избавиться да от ярлыков от этих названий да на себе и вернуться к себе к своей сущности сущностному состоянию то есть мое тело я то остаюсь сущность моя остается просто меняется мое название а если нету вот этого тела меня нету а есть только название то вот это название